Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире, наша судьба, друзья мои, родные сердца. Ну как же мне хочется уже прямо вот обняться с вами уже, знаете, как Владимир Викторович говорит, да хруста в косточках. Все почувствовали сейчас мои объятия? Кто почувствовал? Супер, супер. Друзья, ну что, сегодня я постараюсь такую коротенькую школу дать, потому что все уже, кто не в Батуми, тот в сборах. И сегодня, конечно же, уже вот это предвкушение, которое, как я всегда люблю говорить, оно даже, знаете, даже слаще бывает праздника, да, вот это предвкушение от праздника, оно действительно уже сегодня нас уже окутывает, окутывает вот это вот таура. И я смотрю, что даже на нашей Академии сегодня меньше народу. Почему? Потому что много-много людей в дороге. А поднимите, пожалуйста, ручки, поставьте сердца, кто уже в Батуми. Есть такие? Да, я вижу, 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 посмотрите, эти люди даже отличаются, друзья мои, посмотрите, они уже отличаются. Вот той особой атмосферы, вы уже оценили ту атмосферу, да? Ну-ка дайте еще раз сердца, потому что я чувствую, уже чувствую, насколько там, насколько там повысится энергия, насколько там повысится наш вообще рост, рост нашей личности, друзья мои. И это же, знаете, я всегда говорю, это делается каким-то особым образом, потому что когда ты попадаешь в атмосферу, это как огурчик, который еще не просоленый, еще свеженький, да, но ты его положил в рассол. Вот скажите, пожалуйста, если мы свежий огурчик положим в рассол уже с солеными огурцами, и он там полежит 3 дня, 13-е, 14-е, 15-е, кто-то 16-е еще, да, останется, 17-е, скажите, пожалуйста, у этого огурца будет шанс не просолиться? Ну нет, ну нет, понимаете, все, ты уже выйдешь из этой атмосферы, ты выйдешь другим человеком. Да, понятно, у тебя, может быть, сразу внешне ничего не поменяется, может быть, у тебя и не поменяется количество твоих пока тренеров, да, может быть, у тебя и ранг пока не поменяется, но за следующую неделю и за следующие буквально несколько месяцев ты сразу же вот настолько повысишь, все повысишь в своем бизнесе и количество людей, и количество, естественно, рангов, и рост рангов. Это произойдет почему? Потому что твое ментальное тело выросло, ментальное. Ведь, друзья мои, мы же с вами тренер эмоционального интеллекта, мы называемся интеллект-тренеры. А кто мы такие? Вот давайте разберемся по косточкам, разложим. Ведь мы тренеры по состоянию. Впервые в мире, друзья мои, впервые мы подарили миру, ну вообще на самом деле это максимум, да, максимум, что мы можем тренировать счастье. Ведь все остальные люди, которые проводят массу великолепных мероприятий, на самом деле и тренингов, и семинаров, и вебинаров, ну сколько сегодня ретритов, сколько сегодня различных вот таких вот сообществ, которые, да, дают много пользы. Но тренировки состояния на ежедневном развитии длиною в жизнь через наши инструменты, такое не дает никто. Но ведь это правда. Ведь это правда. Мы же видим, как мы растем. Потому что если мы сами не являемся вот теми сапожниками с сапогами, ну ведь на самом деле мы не можем тогда сделать вот этот магнит, мы не можем сделать эту тягу, мы не можем привлечь-то никого. И вот некоторые люди спрашивают, знаете, а как вот как приглашать людей, где там их людей этих брать? Ребят, вот сегодня я хочу вам поделиться, ну где брать людей? Ну вот семь человек, я же это делаю не для того, чтобы там получить флаг какой-то, значок там, регалий. Просто у меня такая, понимаете, у меня такая страсть, как человеку, еще одному человеку показать вот это видение и посадить его в этот зал, посадить вот туда в Батуми, чтобы он сегодня не обращал внимания ни на количество там денег в его кошельке, чтобы он не смотрел ни на какие преграды, чтобы он действительно у каждого человека разжечь вот эту страсть и посадить, показать, что есть другая жизнь, есть другое вообще, другое окружение, другие люди. Ты другой можешь быть. Вот только через вот эти состояния, через свое состояние ты можешь зажигать человека, ты можешь зажигать сердце. Потому что если ты сам потухшая свечка, ну кто к тебе пойдет? Ну мы же тренеры по состоянию. Ну поднимите руки, кто пойдет, например, к диетологу, у которого 50 килограмм лишнего веса. Ну вы пойдете к такому диетологу? Ну нет. Вы пойдете к косметологу, который там у самого лица требует коррекции? Вы пойдете к такому косметологу? Нет. Постоянно мы, знаете, мы подспудно выбираем человека, мы даже хотим видеть врача здорового. Вы не хотите врача больного видеть, правильно? Но мы же всегда какими-то критериями измеряем, что мы хотим видеть в человеке, который несет профессию, мы хотим видеть, ну, стопроцентное доказательство того, что он лицо своего продукта. Ну правда? Так посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите на себя. Вот у вас камера, вы видите себя, вы видите. Так посмотрите на себя. И когда вы сами себе вопрос зададите, я пойду за собой, за таким пойду, и у вас тогда улыбка на лице, она априори появится. Вы знаете, у меня вчера был даже случай такой, но он регулярно происходит, вот просто на постоянной основе. Но вчера прям вот был такой показательный момент. Именно тогда, в тот момент, когда я получила приглашение выступить на ассоциацию, вы знаете, я захожу, сейчас же тоже я нахожусь уже в пути почти, да, то есть без пяти минут я уже в поезде, потому что буквально там через полтора часа мы уже тоже будем выезжать в то же самое место, да, в Батуми. И вы знаете, я вчера захожу просто в магазин подкупить какие-то, ну, такие основные вещи, вот именно к дороге. Я захожу, магазинчик пустой, продавщица она одна. И вы знаете, я захожу, просто захожу выбрать. Я хожу, выбираю, значит, никого не трогаю. Я даже, в принципе, с ней не коммуницирую, не общаюсь. Вы знаете, когда я попросила там кое-что примерить, она мне даёт, и вы знаете, она подходит с таким видом, она говорит, вы кто? Я говорю, в смысле? Я думаю, ну, я, может быть, уже звезда какая-то, меня тут не знают или знают, а я прохожу мимо. Она говорит, вы кто? Я говорю, вы в каком смысле спрашиваете? Я живу в Ялте или я приехала? Она говорит, нет, вы знаете, ну, неправильно задала вопрос. Она говорит, я хотела спросить, вы что за человек такой? Вы заходите в магазин, у меня как будто бы в магазине, у меня, говорит, как будто бы ярче стало. Я, говорит, улыбаюсь просто потому, что вы находитесь в этом магазине. Вы помните, нам Владимир Викторович говорил? Вы заходите в больницу, кто такой интеллект-тренер? Вы заходите в поликлинику, сопли у людей пропадают, ребят. Но вы заходите, мы должны своим примером, мы должны действительно подавать человеку желание находиться с вами. Ну, ведь это же вот он, вот вам, секрет-секретный. Всё самое простое просто. Находите, тренируйте в себе так состояние, тренируйте, чтобы его не как-то включать, чтобы его не показывать или как-то насильно его не форсировать, вот это, понимаете? А это действительно должно быть ваше естество. И вот эта женщина, как вы думаете, она садится ко мне на тренировки после нашего разговора? Ну, конечно же, я просто ей сказала, что я тренирую это состояние, вам тепло со мной, хорошо. Она говорит, вы не представляете, какие люди сегодня. Мне в магазине, я вот сегодня первый раз, я улыбнулась от вашей улыбки, потому что заходят люди, она говорит, я сегодня даже всплакнула один раз. Вот такие люди заходят, и все в претензиях, все в недовольствах. Я на секундочку хочу напомнить, что я в курортном городе живу, и люди на отдыхе, они недовольные заходят. Может быть, кто-то заходит специально слить своё отношение или состояние плохое, поделиться вот этим своим плохим состоянием, понимаете? А это же всё отражает, мы же с вами носители состояния, и мы же волей-неволей влияем друг на друга. Ну, правда же? Мы же волей-неволей передаём это состояние. Так если ты в состоянии, которое ты можешь контролировать, мы же ведь с вами сверхчеловека, для чего включаем? Чтобы каждый день, каждый день, каждый день понемножку, понемножку, сначала 3 килограмма, да, потом 5 килограмм, потом 10 килограмм. Как это делается для физического тела? И то же самое мы это делаем с нашим ментальным телом. И когда мы себя тренируем, ну, у вас не будет проблем, где брать людей. У вас не будет проблем, как поехать в Батуми. У вас не будет проблем вообще, где вообще эти люди и как им предложить, потому что люди сами будут хотеть находиться с вами, понимаете? Начните с себя. Ведь чтобы стать изменением, это Махат Маганди ещё сказал, чтобы изменить мир, мы сами стать должны этим изменением. И какое чудо, что наши-то, друзья мои, упражнения, ведь это же великая сила, ведь это великая сила. Вот ты даже из 8 жемчужинок, ты не выполняешь какое-то одно упражнение. Ну, какое-то одно ты не выполняешь упражнение, всё. И ты уже сам скатываешься, правда? Потому что вот это вот выполнение 8 не прибавить, не убавить, но ведь это же какой-то кладезь мы нашли. А то, что вы сегодня здесь, друзья мои, да вы просто себя должны так благодарить, вы себя так должны просто любить, что я сегодня, какой же я счастливый, что я сегодня здесь, мне дана эта возможность. Мне сегодня, вот я не знаю, чем я так заслужил, вы чем заслужили сегодня сидеть здесь, быть вместе в Академии и получить вот эти инструменты. Одни из самых первых людей в мире, ребят. Ведь вы легенды уже, ведь вы становитесь на самом деле вот той историей, про которую будут складывать книги, переписывать будут учебники истории. Ваше имя будет в истории, понимаете? Но вы же ещё этого недооценили. Поэтому наша задача, друзья мои, во-первых, конечно, кто проводит тренировки, вот Алексей Потеха Великий сказал, кто проводит тренировки, тот постоянно, во-первых, один плюс один, всегда рождает тренеров. А второе, этот человек всегда находится в состоянии. И вы знаете, я вот поскольку, ну я в перманентном состоянии тренировок, в перманентном, у меня практически нет дня без тренировок, чтобы не было людей, чтобы мы не проходили наши тренировки, вот суперджамп. И как же я кайфую, что люди говорят, какие трансформации, какие смыслы несут. Вчера даже, знаете, женщина одна, она подарила мне такое выражение, я говорю, причём это ученица, это ученица, которая работает с педагогами, работает с родителями, работает с детьми. И вы знаете, когда она говорит, я вчера просто тренировала упражнение, и я поняла, что я могу быть тренером по сворачиванию негатива. Как вам? Я, говорит, могу быть тренером по сворачиванию негатива. Мне звонит, значит, моя родительница, и она чувствует, она так негативно настроена. А я поняла, что я могу быть тренером. Я включила жемчужину, я посчитала, я убрала информационный яд, и я нашла ей фразу, и я стала тренером по сворачиванию негатива. Друзья мои, ну вы посмотрите, какое чудо. Вы знаете, одна прекрасная моя ученица, она, был такой сюжет в их семье, что мужчина, муж ее, да, она попросила сделать какое-то домашнее дело. Ну она вышла из дома и что-то не доделала дома. И она попросила мужа своего по телефону, чтобы он доделал то, что она не сделала. Ну как она это сделала? Через наше наполнение. Она сказала ему, что ты мой величайший король. Со всеми словами вот этого наполнения мог бы ты мне вот это сделать? Вы знаете, она говорит, когда я пришла домой, а дома чистота, все убрано, все прибрано. И муж начинает говорить, что вот эти слова мне очень нравятся, как ты там сказала величайший король. Вы понимаете, как нам этого не хватает, как миру этого не хватает. И вы знаете, какую фразу она сказала? Удивительную фразу, удивительный смысл, друзья мои. Вот смотрите, мы же когда наполняем человека, по сути дела мы же преувеличиваем, да, мы преувеличиваем. И это у некоторых людей вызывает какой-то испуг, какое-то отторжение. Ну как это так, вы преувеличиваете, да, вот вы на уроке сидите и вы преувеличиваете. А друзья мои, на секундочку, хочу вас спросить, а когда мы на человека ругаемся, а когда мы с человеком скандалим, мы разве в этот момент не преувеличиваем? То есть смотрите, парадокс, правда? Вот мы привыкли, вообще общество привыкло к тому, что когда мы в негативе, и когда мы преувеличиваем, мы же говорим не те естественные вещи о человеке, правда? Мы же преувеличиваем, но здесь считается это нормой. А когда мы, значит, говорим преувеличение в хороших словах, здесь получается, что мы какие-то не такие. Так мы просто меняем правила. Давайте играть в эту игру. Ведь раздувать гнев мы тоже привыкли. Ну все же знают, да, что завелся, понесли ботинки Митю, да, там, или как-то Остапа понесло. Помните все эти выражения? Что ты завелся? Что ты начинаешь? Что ты из мухи слона делаешь? Но ведь все эти фразы знают, правда? Потому что в гневе тебя несет, 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 несет. А почему ты не можешь раздуть счастье? А почему ты не можешь раздуть радость? Но ведь мы можем натренировать и это. Если вот это делается у нас на автомате, то я ни одного человека не видела. Ты что раздулся в радости, да? Ты что тут начал? Что тебя понесло, да? И ты сегодня счастлив целый день. А я вам скажу, друзья мои, еще Бальзак писал, Анна Реда Бальзак, он писал, что в мире, где все горбаты, стройность становится уродством. В мире, где все горбаты, стройность становится уродством. Это про нас сегодня. Мы человеку даем упражнения для улыбок, для счастья, для радости. А люди говорят, так не может быть. Так не может быть. Это секта какая-то. Вы в секту попали? Вас спасать надо? Ой-ой-ой-ой, скорее уходите оттуда, а то там еще что-то будет плохое, ребят. Да это наше сегодняшнее счастье, что мы нашли такие инструменты и что мы можем их нести в мир. А вот теперь смотрите, как это сделать так, чтобы мир-то узнал наконец-таки о нас. Сегодня, когда я услышала, что олимпийский чемпион к нам пришел, ребят, так это только начало. О, это только начало. Великолепный мой муж даже чихнул в этот момент. Благодарю тебя, величайший король. Потому что это точно, друзья мои, это 100%. Ведь все звезды, публичные личности, самые медийные люди, друзья мои, но им же тоже свойственно выгорать, правда? Им тоже свойственна депрессия, им тоже свойственны все человеческие эмоции, чувства. Им все это свойственно. Так мы-то с вами на страже, мы-то с вами как раз можем помочь этим людям. А самое-то главное, если мы сегодня уже одного, второго, третьего касаемся, мы же можем, друзья мои, выйти. Не можем, а это уже наш маршрут, это наша неизбежность, что нас узнают во всем мире. А теперь вопрос, кто хочет, чтобы это было как можно быстрее? Ну кто хочет вот эти, друзья мои, 100 миллионов интеллект-тренеров по всему миру как можно быстрее? Ведь это критическая масса, это та критическая масса, которую мы ждем скорее, чтобы мир-то узнал, чтобы мир поменялся. И вот это зависит от нас. Все зависит от нас самих, помните? Все зависит от нас самих. А зависит от того, поедешь ли ты сегодня в Батуми или не поедешь. Все зависит от того, превзойдешь ли ты сегодня свой страх, свою лень или не превзойдешь. Все зависит от того, на чем ты сегодня сфокусируешься. Мы столько школ видели уже от Владимира Викторовича, что действительно фокус, 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 всё. Ты сегодня каждый день, это же опять же выполнение наших упражнений, каждый день ты только какой-то звонок, какой-то разговор, какое-то дело, ты сразу включаешь сверхчеловека, меня это сейчас приближает к моей цели? Вот то, что я сейчас делаю, то, о чём я сейчас говорю, что я сейчас обсуждаю, меня это приводит к моей цели или нет? Если меня это не приводит к моей цели, я сегодня это дело откладываю, я сегодня этот разговор откладываю, я не хочу сейчас впустую тратить своё время, потому что вот сейчас нужно зажечь ещё одно сердце, ещё одно сердце, ещё одно сердце и вывести это сердце в Батуми, друг мой. И в первую очередь своё сердце вывези в Батуми, своё сердце, ещё два дня. И вы знаете, невозможного нет, ну нет, невозможно. Можно договариваться так со Вселенной, что, как я уже рассказывала, можно сутки продлить, я сутки продлила на три минуты, 24 часа и три минуты было у меня в одном прекрасном дне, потому что я так захотела, потому что я так настроилась, потому что мне так нужны были эти три минуты в сутках, и я их удлинила, друзья мои, на самом деле. Но вы можете сделать всё, что угодно, потому что в наших силах вот это как раз чудесные упражнения, которые тренируют, на секундочку, ментальные, ментальные, мы работаем с ментальным телом. И за два дня, друзья мои, можно такие восьмёрки в воздухе накрутить, можно такое сальто сделать. А я, кстати, знаю, всегда знаю, что человеку свойственно всё делать в последний момент. Согласны? Есть такое? Кто сдавал экзамен и в последнюю ночь готовился? Кто все дедлайны заканчивал именно в последний день, друзья мои? Так свойственно. Я, конечно, не за это, друзья мои, я всегда за то, чтобы менять эти стереотипы, чтобы менять вот это вот, свои привычки, я только за это. Но если у нас уже есть в этом опыт, а опыт есть, всё доделывать до конца, но доделывать, даже у вас, я не знаю, гости завтра приезжают, а у вас не доделана уборка там в квартире или там торт ещё не состряпан. До утра будете делать, да? До утра будете всё завершать. И вот здесь, друзья, точно так же. Если сегодня у вас ещё не взят билет в Батуми, если у вас ещё не зажжёное сердце или вы сами не зажглись, друзья, не останавливаться. Не останавливаться до последнего, до последнего, вот просто до последнего. Ну и, конечно же, друзья, встречаемся в Батуми! Я уже предвкушаю, как мы будем друг друга, а выискивать-то не надо. Есть поло, да? Есть поло, все в одинаковой одежде, соответственно, все друг друга уже узнают на расстоянии. Ну и, конечно, кто будет идти и говорить «Удача и дружба с нами всегда!» И вы чувствуете, что со всех сторон богатство и счастье — это наша судьба. Поэтому, друзья, спасибо.